всем привет добро пожаловать на мой youtube канал покажу я вам вы который сыграл с напарником 13 ранга сначала я решил сделать видео с удвоенной скоростью но решил что он слишком коротенько бой получается сейчас он будет слишком глины ну да ладно увидите в реальном времени как все было ну и я смогу много болтать хотя на самом деле на английском и не будут болтать так как бой скорее не познавательный а просто обсуждение вот может как все медленно выглядит после того записываешь бой ускоренький вот что хочется сказать про эту карту во первых нужно ставить 30 только после этого улучшать штаб почему потому что на море не так уж и много ящиков если противник вышел раньше в море то ваш ящики он все равно не успеет взять если противник вышел позже в море то но вы все равно эти ящики не скоро заберете так что цеск вам понадобятся вот управляем естественно фланговый холм одного пехотинца видим что противник уже идет к нам и идем на холм хочется мне здесь этот ящик но я жадничаю и иду на центр чтобы взять ящики в центр вот один ящик есть еще еще пехотинцы думаю что их надо уничтожить но я передумал так как знаю что у нас между базами есть также два ящика их нужно взять 1 600 ресурсов уже 1 600 я бы получал бы думаю до ящик потерян думаю на 150 ресурсов скорее всего меньше бы получил так как ну цеск третья цс окупается довольно быстро там минуту за 3 вот отправляем пилоту конечно чтобы сразу разведать море не терять несколько секунд но все же несколько секунд я потеряю но пока за это время можно построить заводы вот и что мы видим мне не хватает за строй двора очень отредливые карты это проблема в том что я недавно заметил что оказывается у меня не полностью покачен строй двор оказывается еще есть улучшение вот ну в смысле и по дальность секрет стоит улучшить не так уж дорого но занимает очень много времени мне понадобится где-то 5-6 мне кажется чтобы улучшить да 6 дней получается мне понадобится чтобы улучшить строй двора именно поэтому я раньше не хотел этого делать что же мне кажется что против меня играют слабые игроки так как вот не отвлекаемся на того пикотинца уничтожаем тех которые стреляют по моему заводу и мой союзник делать 5 цс мы договорились что будем играть на 4 цс поэтому я немного удивила но думал ну 5 так 5 может быть много ресурсов но проблема в том что у меня например уже есть броники если не будет не помогать ну его армия будет два раза меньше моей ну ладно также у моего союзника экономика чуть-чуть получше чем моя на 13 ранге все же значительно приятнее будет экономика но если вы хотите в ягуары а у меня уже есть достаточно большой опыт выхода в ягуары но правда против крепких игроков я еще эту тактику не использовал так как ну так как нецелесообразно вот эти ягуары против крепких противников кстати в этом бою вы узнаете почему хотя да есть еще один бой где тоже не следует а вот почему я произвожу стрелков а не гренадёров потому что ну по первой причине две противник находится далеко пока я до него дойду у меня уже будет 5 броников это в принципе я думаю будет достаточно чтобы уничтожить бункер это первая причина а вторая я видел у противников пехотинцев ну после штурмовиков и мне очень не хотелось играть против штурмовиков так как моя атака провалится быстро добавить себе стрелков я не смогу мы сообщаем своему советнику что у меня 40 это недостаточно чтобы идти на противника но почему бы и нет так же я не удушаю сразу казарму до кренадёров так как я не поставил сразу 4 cс немного медлил и на самом деле я знаю что 4 cс мне не хватит чтобы сразу производить ну точнее на этой карте где мало ресурсов большая часть ресурсов точнее половина ресурсов находится на море мне не хватит контейнеров с разведки для того чтобы сразу уже перенадёра это приходит с опытом вот сообщает своему союзнику что возможно там много ну вижу здесь молотый но 4 молота ну ладно принципе не так уж и многого у меня сейчас точно не уверен но скорее всего где-то 7 броников да заказываются так что я все же предполагал что против нас ранге где-то 13 также в этом бою у меня была небольшая проблема с дозаказом так как не хотел составлять свои юниты без управления ну вот надо отводить броник назад так как там будет молот и вперед выводить стрелков почти никто из игроков с кем я играл никто так не делает это кстати неправильно вы просто зря теряете броники броники когда вы можете их не терять вообще то есть ну стыдно терять два броника когда у вас пять броников против двух молотов правильно крепкие здесь молоты я просто не могу себе представить как броник может как броник может выдержать вот такую толку он сразу падает а здесь нужно целую кучу времени потратить устроятся бункера видим что идет синий противник до заказа у меня нет седьмая минута к этому времени можно уже иметь четыре ягуара или даже больше наверное даже шесть ягуаров можно иметь ближе хоть два минуты достроился все таки бункер неожиданно для меня было вот однако я уничтожил завод отправляю броники на бункер через клик отправляю бомботу на бункер и тут в принципе пора было бы уже валить так как базы я пробил больше здесь делать нечего осталось только удерживаться удержать позицию не позволить синему помочь своему союзнику построить свой двор вот и соответственно чтобы ваш союзник ушел пробивать синего игрока и вот уже восьмая минута восьмая минута вы вдумаетесь восьмая минута а ваш союзник стоит на базе что он делает на восьмой минуте на базе когда вы играете уже хоть у двоих я решил посмотреть где его армия так 1 ягуар 4 5 6 5 кажется 5 ягуаров восьмая минута 5 ягуаров что мой союзник делал ой на восьмой минуте можно иметь побольше ягуаров ну ладно 5 так 5 спрашиваем у своего союзника аааа сколько у него ягуаров и сообщаем ему чтобы он добавил себе пехотинцев почему потому что на девятой минуте уже можно иметь целую кучу молотов можно иметь 15 молотов и ваши пять ягуаров не выдержат то есть ваша тактика уже провалена вы делаете ягуар не для того чтобы победить а только хуже себе делаете вот спокойно идем по противнику не спешим хотя на самом деле я список спешу но я подозревал что противника все же не будет башен накопили небольшое количество армии у нас принципе ее и не было так отступаем потихоньку отступаем приходится стрелять в режиме движения не в стационарном избегать бункеров ну и здесь я начал немного раздражаться в этом бою так как очень не люблю когда против меня начинают строить 10 бункеров это это утомляет едут ко мне молоты я понимаю что пробивать молоты на самом деле нечем у меня 6 броников но этого нет 8 броников но этого недостаточно здесь 5 молотов и они не хотят падать понимаю что противник вряд ли использовал бусты ну разве что может для строительства вот и тут я замечаю что на самом деле у меня то армии уже и нет вот и 5 броников с легкостью справляется 5 молотов с легкостью справляется с моими брониками несмотря на то что у меня также была пехота тут я подумал что надо было бы делать побольше до заказ хочется мне играть гренадерами но приходится делать стрелков чтобы хоть как-то контролировать штурмовиков вот бездарно теряет мой союзник дикообраз молодец вот почему мне не нравится игра гегуаром без пехоты потому что стрим по тому кстати он недавно начался я скорее всего загружу видео прямо после боя вы можете посмотреть стрим вот почему мне нравится использование ягуаров без пехоты потому что молотов одинаковый урон как по второму типу брони так и по третьему если молотов много то вы будете но даже если не терять то продамажены будут ваши ягуары если у вас много продамаженных ягуаров то вы уже пробить базу не сможете ну если конечно союзник поможет вот пытаемся набрать 50 кО 5 броников вот по хорошему мой союзник должен был уже забить на синего на этом моменте уже 12 минута только сейчас мой союзник идет пробивать сообщаем ему что у него один ягуар без движения вот и здесь уже есть армия но на самом деле она должна была быть приходится мне отступать включается у меня чуйка я понимаю что я потеряю сейчас все юнитов и лучше опять набрать так сказать более менее крепкий кулак уже построил бункер ну как так можно быстро строить эти бункера бункер строится очень быстро это секунд за наверное секунд за 20 сколько он строится на больших рангах я не уверен но меня не удивило то что здесь был бункер почему-то вот не управляет мой союзник ягуарми просто поставил их и забыл все никакого управления сообщает мне мой союзник что он не обустил но но это медленный выход ягуар и серьезно если вы видите что один из союзников пытается отчаянно помочь ну то есть противник союзник противника пытается отчаянно помочь второму противнику то скорее всего он вряд ли будет выходить в вертекс серьезно тем более если вы хорошенько продавите если вы сразу нападете на него он уже вертекс не выйдет не нужно делать дикообраз нужно давить если вы позволите сделать противнику вертекс то 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 можете выбрасывать мусор свой ягуар толку от них уже не будет никакого вы не доедете до базы противника вот я уже думал что мы здесь уже выиграли и решил больше не делать до заказ подумал построить стенки башни там прочую ерундистику вот отодвигаем свою пехоту чтобы она не мешала ягуарам отправляем вперед пехоту чтобы также молотые не дамажили ягуар хочется чтобы мой союзник пробил бункер чтобы бункер не мешал моей пехоте так как моя пехота мгновенно падает вот и тут я подумал ну ладно придется опять делать до заказ так как кого вообще нет вот и союзник вообще не управляет ягуарами они находятся черти где просто ну сложно поставить отдельно каждый ягуар в стационарный режим просто уничтожьте уже один раз этот бункер ой и союзник имеет 87 процентов побед 87 процентов побед я не понимаю откуда у этих игроков такой большой процент побед некоторые делают фулл коло бронников и идут сливаться на базу нормально правильно пока вы доедете до базы у противника уже будут больше молотов чем у вас бронников а будут бункера и да получится у вас завалить противник да да строим стеночки чтобы выполнить создание и осталось забить базу противника в конце боя я узнал что мы играли против по моему 15 и 16 ранга поэтому у него были настолько крепкие здания не нубы далеко не нубы у синего было 6 cс и зеленый очень быстро отстроился если бы мой союзник побыстрее двигался это было бы быстрее не знаю использовал ли бусты зеленый или синий мне до конца боя казалось что в принципе не так уж и сложно интересно что здания крепковаты и броники мои без гренадеров не справляются с молотами но я на самом деле привык что броники вообще не не справляются ни с техникой ни зданиями но все же возможно у противников молоты 15-16 ранга это еще одна причина почему никогда не стоит играть ягуарами без поддержки пехоты делайте выводы подписывайтесь на канал и ждите новых видео применим драконь и смеет драконь Продолжение следует...